Часть 1 Прибытие марсиан Один накануне войны Никто не поверил бы в последние годы 19-го столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек, хотя такие же смертные, как и он. Что в то время, как люди занимались своими делами, их исследовали и изучали, может быть, так же тщательно, как человек в микроскоп изучает эфемерных творей, кишащих и размножающихся в капли воды. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, занятые своими дележками, уверенные в своей власти над материей. Возможно, что инфузория под микроскопом ведет себя так же. Никому не приходило в голову, что более старые миры Вселенной – источник опасности для человеческого рода. Самая мысль о какой-либо жизни на них казалась недопустимой и невероятной. Забавно вспомнить некоторые общепринятые в те дни взгляды. Самые большие, допускалось, что на Марсе живут другие люди, вероятно, менее развитые, чем мы, но, во всяком случае, готовые дружески встретить нас как гостей, несущих им просвещение. А между тем через бездну пространства на Землю смотрели глазами, полными зависти, существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, превосходящие нас настолько, насколько мы превосходим вымерших животных, и медленно, но верно вырабатывали свои враждебные нам планы. На заре 20 века наши иллюзии были разрушены. Планета Марс, едва ли нужно напоминать об этом читателю, вращается вокруг Солнца в среднем на расстоянии 140 миллионов миль и получает от него вдвое меньше тепла и света, чем наш мир. Если верна гипотеза о туманностях, то Марс старше Земли. Жизнь на его поверхности должна была возникнуть задолго до того, как Земля перестала быть расплавленной. Масса его в семь раз меньше земной, поэтому он должен был значительно скорее охладиться до температуры, при которой могла начаться жизнь. На Марсе есть воздух, вода и все необходимые для поддержания жизни. Но человек так пщеславен и так ослеплен своим пщеславием, что никто из писателей до самого конца 19 века не высказывал мысли о том, что на этой планете могут обитать разумные существа, вероятно, даже опередившие в своем развитии людей. Также никто не подумал о том, что так как Марс старше Земли, обладает поверхностью, равной четвертой части земной, и дальше отстоит от Солнца, то, следовательно, и жизнь на нем не только началась гораздо раньше, но уже близится к концу. Неизбежное охлаждение, которому когда-нибудь подвергнется и наша планета, у нашего соседа, без сомнения, произошло уже давно. Хотя мы почти ничего не знаем об условиях жизни на Марсе, нам все же известно, что даже в его экваториальном поясе средняя дневная температура не выше, чем у нас в самую холодную зиму. Его атмосфера гораздо более разрежена, чем земная, а океаны уменьшились и покрывают только треть его поверхности. Вследствие медленного круговорота времен года около его полюсов скопляются огромные массы льда и затем, оттаивая, периодически затопляют его умеренные пояса. Последняя стадия истощения планеты, для нас еще бесконечно далекая, стала злободневной проблемой для обитателей Марса. Под давлением неотложной необходимости их ум работал более напряженно, их техника росла, сердца ожесточались. И, глядя в мировое пространство, вооруженные такими инструментами и знаниями, о которых мы только можем мечтать, Они видели невдалеке от себя, на расстоянии каких-нибудь 35 миллионов миль по направлению к Солнцу, утреннюю звезду надежды, нашу теплую планету, зеленую от растительности и серую от воды, с туманной атмосферой, красноречиво свидетельствующей о плодородии, смерцающими сквозь облачную завесу широкими просторами населенных материков и тесными, заполненными флотилеями судов, морями. Мы, люди, существа, населяющие Землю, должны были казаться им такими же чуждыми и примитивными, как нам, обезьяны или муры. Разумом человек признает, что жизнь, это непрерывная борьба за существование, и на Марсе, очевидно, думают так же. Их мир начал уже охлаждаться, а на Земле все еще кипит жизнь, но это жизнь каких-то низших творей. Завоевать новый мир, ближе к Солнцу, вот их единственное спасение от неуклонно надвигающейся гибели. Прежде чем судить их слишком строго, мы должны припомнить, как беспощадно уничтожали сами люди не только животных, таких, как вымерший бизон, и птица Дода, но и себе подобных представителей низших рас. Жители Тасмании, например, были уничтожены до последнего за 50 лет истребительной войны, затеянной эмигрантами из Европы. Разве мы сами уж такие поборники милосердия, что можем возмущаться марсианами, действовавшими в том же духе? Марсиане, очевидно, рассчитали свой спуск с удивительной точностью, их математические познания, судя по всему, значительно превосходят наши, и выполнили свои приготовления изумительно согласованно. Если бы наши приборы были более совершенны, то мы могли бы заметить надвигающуюся грозу еще задолго до конца 19-го столетия. Такие ученые, как Скиопарий Ли, наблюдали Красную планету, любопытно, между прочим, что в течение долгих веков Марс считался звездой войны, но им не удавалось выяснить причину периодического появления на ней пятен, которые они умели так хорошо заносить на карты. А все эти годы марсиане, очевидно, вели свои приготовления. Во время противостояния, в 1894 году, на освещенной части планеты был виден сильный свет, замеченный сначала обсерваторией в Ликке, затем Пиротином в Ницце и другими наблюдателями. Английские читатели впервые узнали об этом из журнала, Nature, от 2 августа. Я склонен думать, что это явление означало отливку в глубокой шахте гигантской пушки, из которой марсиане потом обстреливали Землю. Странные явления, до сих пор, впрочем, необязненные, наблюдались вблизи места вспышки во время двух последующих противостояний. Гроза разразилась над нами 6 лет назад. Когда Марс приблизился к противостоянию, Лавельс Явы сообщил астрономам по телеграфу о колоссальном взрыве раскаленного газа на планете. Это случилось 12 августа около полуночи. Спектроскоп, к помощи которого он тут же прибегая, обнаружил массу горящих газов, главным образом водорода, двигавшуюся к Земле с ужасающей быстротой. Этот поток огня перестал быть видимым около четверти первого. Лавельс сравнил его с колоссальной вспышкой пламени, внезапно вырвавшегося из планеты, как снаряд из орудия. Сравнение оказалось очень точным. Однако в газетах на следующий день не появилось никакого сообщения об этом, если не считать небольшой заметки в «Дэйли Телеграф», и мир пребывал в неведении самой серьезной из всех опасностей, когда-либо угрожавших человечеству. Вероятно, и я ничего бы не узнал об извержении, если бы не встретился в Айтершоу с известным астрономом Аджил Ви. Он был до крайности взволнован сообщением и пригласил меня этой ночью принять участие в наблюдениях за Красной планетой. Несмотря на все последовавшие бурные события, я очень ясно помню наше ночное быдение. Черная, безмолвная обсерватория, завешенный фонарь в углу, бросающий слабый свет на пол, мерное текание часового механизма в телескопе, небольшое продольное отверстие в потолке, откуда зияла бездна, усеянная звездной пылью. Почти невидимый Аджил Ви бесшумно двигался около прибора. В телескоп виден был темно-синий круг, оплававшая в нем маленькая круглая планета. Она казалась такой крохотной, блестящей, с едва заметными поперечными полосами, со слегка неправильной окружностью. Она была так мало, с булавочную головку, и лучилась теплым серебристым светом. Она словно дрожала, но на самом деле это вибрировал телескоп под действием часового механизма, державшего планету в поле зрения. Во время наблюдения звездочка то уменьшалась, то увеличивалась, то приближалась, то удалялась, но так казалось просто от усталости глаза. Нас отделяли от нее 40 миллионов миль, больше 40 миллионов миль пустоты. Немногие могут представить себе всю необитность той бездны, в которой плавают пылинки материальной Вселенной. Вблизи планеты, я помню, виднелись три маленькие светящиеся точки, три телескопические звезды, бесконечно удаленные, а вокруг, неизмеримый мрак пустого пространства. Вы знаете, как выглядит эта бездна в морозную звездную ночь. В телескоп она кажется еще глубже. И невидимо для меня, вследствие удаленности и малой величины, неуклонно и быстро стремясь ко мне через все это невероятное пространство, с каждой минутой приближаясь на многие тысячи миль. Неслось то, что марсиане послали к нам, то, что должно было принести борьбу, бедствие и гибель на Землю. Я и не подозревал об этом, наблюдая планету. Никто на Земле не подозревал об этом метко пущенном метательном снаряде. В эту ночь снова наблюдался взрыв на Марсе. Я сам видел его. Появился красноватый блеск и чуть заметное вздутие на краю в то самое мгновение, когда хронометр показывал полночь. Я сообщил об этом Аджел Ви, и он сменил меня. Ночь была жаркая, и мне захотелось пить. Ощупью, неловко ступая в темноте, я двинулся к столику, где стоял Сифон, как вдруг Аджел Ви вскрикнул, увидев низшийся к нам огненный поток газа. В эту ночь новый невидимый снаряд был выпущен с Марса на Землю, ровно через сутки после первого, с точностью до одной секунды. Помню, как я сидел на столе в темноте. Красные и зеленые пятна плыли у меня перед глазами. Я искал огня, чтобы закурить. Я совсем не придавал значения этой мгновенной вспышке и не задумывался над тем, что она должна повлечь за собой. Аджел Ви делал наблюдение до часу ночи. В час он окончил работу. Мы зажгли фонарь и отправились к нему домой. Погруженные во мрак, лежали от Тершоу и Черти, где мирно спали сотни жителей. Аджел Ви в эту ночь высказывал разные предположения относительно условий жизни на Марсе и высмеивал вульгарную гипотезу о том, что его обитатели подают нам сигналы. Он полагал, что на планету посыпался целый град метеоритов или что там происходит громадное вулканическое извержение. Он доказывал мне, как маловероятно, чтобы эволюция организмов проходила одинаково на двух, пусть даже и близких, планетах. Один шанс против миллиона за то, что Марс обитаем, сказал он. Сотни наблюдателей видели пламя каждую полночь, в эту и последующие десять ночей, по одной вспышке. Почему взрывы прекратились после десятой ночи, этого никто не пытался объяснить. Может быть, газ от выстрелов причинял какие-нибудь неудобства марсианам. Густые клубы дыма, или пыли, замеченные в самый сильный земной телескоп, в виде маленьких серых, переливчатых пятен мелькали в чистой атмосфере планеты и затемняли ее знакомые очертания. Наконец даже газеты заговорили об этих явлениях, там и сям стали появляться популярные заметки относительно вулканов на Марсе. Помнится, юмористический журнал, Панч, очень остроумно воспользовался этим для политической карикатуры. А между тем незримые марсианские снаряды летели к земле через бездну пустого пространства со скоростью нескольких миль в секунду, приближаясь с каждым часом, с каждым днем. Мне кажется теперь диким, как это люди могли заниматься своими мелкими дележками, когда над ними уже навесла гибель. Я помню, как радовался Марк Хем, получив новый фотографический снимок планеты для иллюстрированного журнала, который он тогда редактировал. Люди нынешнего, более позднего времени с трудом представляют себе обилие и предприимчивость журналов в 19 веке. Я же в то время с большим рвением учился ездить на велосипеде и читал груду журналов, обсуждавших дальнейшее развитие нравственности в связи с прогрессом цивилизации. Однажды вечером, первый снаряд находился тогда за 10 миллионов миль от нас, я вышел прогуляться вместе с женой. Небо было звездное, и я объяснял ей знаки зодиака и указал на Марс, на яркую точку света около Зенита, куда было направлено столько телескопов. Вечер был теплый. Компания экскурсантов из Чертси или Айлварта, возвращаясь домой, прошла мимо нас с пением и музыкой. В верхних окнах домов светились огни, люди ложились спать. Издалека, с железнодорожной станции, доносился грохот маневрировавших поездов, смягченный расстоянием, звучавший почти мелодично. Жена обратила мое внимание на красные, зеленые и желтые сигнальные огни, горевшие на фоне ночного неба. Все казалось таким спокойным и безмятежным. Два падающая звезда. Затем наступила ночь первой падающей звезды. Ее заметили на рассвете. Она неслась над Винчестером, к востоку, очень высоко, чертя огненную линию. Сотни людей видели ее и приняли за обыкновенную падающую звезду. По описанию Элбина, она оставляла за собой зеленоватую полосу, горевшую несколько секунд. Диннинг, наш величайший авторитет по метеоритам, утверждал, что она стала заметна уже на расстоянии 90 или 100 миль. Ему показалось, что она упала на Землю приблизительно за 100 миль к востоку от того места, где он находился. В этот час я был дома и писал в своем кабинете. Но хотя мое окно выходило на Айтершоу и штора была поднята, я любил смотреть в ночное небо, я ничего не заметил. Однако этот метеорит, самый необычайный из всех когда-либо падавших на Землю из мирового пространства, должен был упасть, когда я сидел за столом, и я мог бы увидеть его, если бы взглянул на небо. Некоторые, видевшие его полет, говорят, что он летел со свистом, но сам я этого не слышал. Многие жители Бергшира, Сэррия и Мидлсекса видели его падение, и почти все подумали, что упал новый метеорит. В эту ночь, кажется, никто не поинтересовался взглянуть на упавшую массу. Бедняга отжил Ви, наблюдавший метеорит и убежденный, что он упал где-нибудь на пустоши между Харселлом, Айтершоу и Уокингом, поднялся рано утром и отправился его разыскивать. Уже рассвело, когда он нашел метеорит неподалеку от песчаного карьера. Он увидел гигантскую воронку, вырытую упавшим телом, и кучей песка и гравия, громоздившиеся среди вереска и заметные за полторы мили. Вереск загорелся и тлел, прозрачный голубой дымок клубился на фоне утреннего неба. Упавшее тело зарылось в песок, среди разметанных щипок разбитые им при падении сосны. Выступавшая наружу часть имела вид громадного обгоревшего цилиндра. Его очертания были скрыты толстым чешуйчатым слоем темного нагора. Цилиндр был около 30 ярдов в диаметре. Аджел Ви приблизился к этой массе, пораженной ее объемом и особенно формой, так как обычно метеориты бывают более или менее шарообразны. Однако цилиндр был так сильно раскален от полета сквозь атмосферу, что к нему еще нельзя было подойти достаточно близко. Легкий шум, слышавшийся изнутри цилиндра, Аджел Ви приписал неравномерному охлаждению его поверхности. В это время ему не приходило в голову, что цилиндр может быть полым. Аджел Ви стоял на краю образовавшейся ямы, изумленной необычайной формой и цветом цилиндра, начиная смутно догадываться о его назначении. Утро было необычайно тихое. Солнце, только что осветившее сосновый лес около Уэйбриджа, уже пригревало. Аджел Ви говорил, что он не слышал пения птиц в это утро, не было ни малейшего ветерка и только из покрытого нагаром цилиндра раздавались какие-то звуки. На пустоши никого не было. Вдруг он с удивлением заметил, что слой на гора, покрывавший метеорит, с верхнего края цилиндра стал отваливаться. Кусочки шлака падали на песок, точно хлопья снега или капли дождя. Внезапно отвалился и с шумом упал большой кусок. Аджел Ви не на шутку испугался. Еще ничего не подозревая, он спустился в яму и, несмотря на сильный жар, подошел вплотную к цилиндру, чтобы получше его разглядеть. Астроном все еще думал, что странное явление вызвано охлаждением тела, но этому противоречил тот факт, что нагар спадал только с краю цилиндра. И вдруг Аджел Ви заметил, что круглая вершина цилиндра медленно вращается. Он обнаружил это едва заметное вращение только потому, что черное пятно, бывшее против него пять минут назад, находилось теперь в другой точке окружности. Все же он не вполне понимал, что это значит, пока не услышал глухой скребущий звук и не увидел, что черное пятно продвинулось вперед почти на дюйм. Тогда он наконец догадался, в чем дело. Цилиндр был искусственный, полый, с отвинчивающейся крышкой. Кто-то внутри цилиндра отвинчивал крышку. Боже мой! Воскликнул Аджел Ви. Там внутри человек. Эти люди чуть не изжарились. Они пытаются выбраться. Он мгновенно сопоставил появление цилиндра со взрывом на Марсе. Мысль о заключенном в цилиндре существе так ужаснула Аджел Ви, что он позабыл про жар и подошел к цилиндру еще ближе, чтобы помочь отвернуть крышку. Но, к счастью, пышущий жар удержал его вовремя, и он не обжигся, а раскаленный металл. Он постоял с минуту в нерешительности, потом вылез из ямы и со всех ног побежал к Уокингу. Было около шести часов. Ученый встретил Ващика и попытался объяснить ему, что случилось, но говорил так бессвязно и у него был такой дикий вид, шляпу он потерял в яме, что тот просто проехал мимо. Также неудачливо обратился он к трактирщику, который только что отворил дверь трактира у Харсилского моста. Тот подумал, что это сбежавший сумасшедший, и попытался было затащить его в распивочную. Это немного отрезвило отжил Ви, и, увидев Гиндерсона, лондонского журналиста, копавшегося у себя в садике, он окликнул его через забор и постарался говорить как можно толковей. Гиндерсон, начал отжил Ви, прошлую дочь вы видели падающую звезду. Ну? Она на Харсилской пустоши. Боже мой! Воскликнул Гиндерсон. Упавший метеорит. Это интересно. Но это не простой метеорит. Это цилиндр, искусственный цилиндр. И в нем что-то есть. Гиндерсон выпрямился с лопатой в руке. Что такое? Переспросил он. Он был туговат на одно ухо. А Джил Ви рассказал все, что видел. Гиндерсон с минуту соображал. Потом бросил лопату, схватил пиджак и вышел на дорогу. Оба поспешно направились к метеориту. Цилиндр лежал все в том же положении. Звуков изнутри не было слышно, а между крышкой и корпусом цилиндра блестела тонкая металлическая нарезка. Воздух или вырывался наружу, или входил внутрь с резким свистом. Они стали прислушиваться, постучали палкой по слою на гора и, не получив ответа, решили, что человек или люди, заключенные внутри, либо потеряли сознание, либо умерли. Конечно, вдвоем они ничего не могли сделать. Они прокричали несколько ободряющих слов, пообещав вернуться, и поспешили в город за помощью. Возбужденные и растрепанные, запачканные песком, они бежали в ярком солнечном свете по узкой улице в тот утренний час, когда ловочники снимают ставни витрин, а обыватели раскрывают окна своих спален. Гендерсон прежде всего отправился на железнодорожную станцию, чтобы сообщить новость по телеграфу в Лондон. Газеты уже подготовили читателей к тому, чтобы услышать эту сенсационную новость. К восьми часам толпа мальчишек и зевок направлялась к пустоши, чтобы посмотреть на мертвецов с Марса. Такова была первая версия о происшедшем. Я впервые услыхал об этом от своего газетчика в четверть девятого, когда вышел купить номер, Дейли Кроникл. Разумеется, я был крайне поражен и немедленно пошел через Афтершоу Бридж к песчаному карьеру. Три на Харсилской пустоши Около огромной воронки, где лежал цилиндр, я застал человек двадцать. Я уже говорил, как выглядел этот колоссальный зарывшийся в землю снаряд. Дерны и гравий вокруг него обуглились, точно от внезапного взрыва. Очевидно, при ударе цилиндра вспыхнуло пламя. Гиндерсона и Аджилви там не было. Вероятно, они решили, что пока ничего сделать нельзя, и ушли завтракать к Гиндерсону. На краю ямы, болтая ногами, сидело четверо или пятеро мальчишек. Они забавлялись, пока я не остановил их, бросая камешки в чудовищную махину. Потом, выслушав меня, они начали играть в пятнашки, бегая вокруг взрослых. Среди собравшихся были два велосипедиста, садовник-паденщик, которого я иногда нанимал, девушка с ребенком на руках, мясник-грегик со своим сынишкой, несколько гуляк и мальчиков, прислуживающих при игре в гольф и обычно снующих возле станции. Говорили мало. В то время в Англии немногие из простонародья имели представление об астрономии. Большинство зрителей спокойно смотрело на плоскую крышку цилиндра, которая находилась в том же положении, в каком ее оставили от Жил Ви и Гиндерсон. Я думаю, все были разочарованы, найдя вместо обуглившихся тел неподвижную громаду цилиндра, некоторые уходили домой, вместо них подходили другие. Я спустился в яму, и мне показалось, что я ощущаю слабые колебания под ногами. Крышка была неподвижна. Только подойдя совсем близко к цилиндру, я обратил внимание на его необычайный вид. На первый взгляд он казался не более странным, чем опрокинувшийся экипаж или дерево, упавшее на дорогу. Пожалуй, даже меньше. Больше всего он был похож на ржавый газовый резервуар, погруженный в землю. Только человек, обладающий научными познаниями, мог заметить, что серый нагар на цилиндре был непростой окисью, что желтовато-белый металл, поблескивавший под крышкой, был необычного оттенка. Слово «внеземной» большинству зрителей было непонятно. Я уже не сомневался, что цилиндр упал с Марса, но считал невероятным, чтобы в нем находилось какое-нибудь живое существо. Я предполагал, что развинчивание происходит автоматически. Несмотря на слова от Жил-Ви, я был уверен, что на Марсе живут люди. Моя фантазия разыгралась. Возможно, что внутри запрятав какой-нибудь манускрипт. Сумеем ли мы его перевести, найдем ли там монеты, разные вещи. Впрочем, цилиндр был, пожалуй, слишком велик для этого. Меня разбирало нетерпение посмотреть, что там внутри. Около одиннадцати, видя, что ничего особенного не происходит, я вернулся домой в Мэйбэре. Но я уже не мог приняться за свои отвлеченные исследования. После полудня пустырь стал неузнаваем. Ранний выпуск вечерних газет поразил весь Лондон. Послания с Марса, небывалые события в Уокинге, гласили заголовки, набранные крупным шрифтом. Кроме того, телеграмма от Жилви астрономическому обществу всполошила все британские обсерватории. На дороге у песчаной ямы стояли полдюжины пролеток со станции, фаэтон из Чепхема, чья-то карета, уйма велосипедов. Много народу, несмотря на жаркий день, пришло пешком из Уокинга и Черти, так что собралась порядочная толпа, было даже несколько разряженных дам. Стояла удушливая жара. На небе ни облачко, ни малейшего ветра, и тень можно было найти только под редкими соснами. Вереск уже не горел, но равнина чуть не до самого атершоу почернела и дымилась. Предприимчивый хозяин бокалейной лавочки на Чепхемской дороге прислал своего сына с ручной тележкой, нагруженной зелеными яблоками и бутылками с имбирным лимонадом. Подойдя к краю воронки, я увидел в ней группу людей. Гендерсона, отжил Ви и высокого белокурова джентльмена, как я узнал после, это был Стэнд, королевский астроном. Несколько рабочих, вооруженных лопатами и кирками, стояло тут же. Стэнд отчетливо и громко давал указания. Он взобрался на крышку цилиндра, которая, очевидно, успела остыть. Лицо у него раскраснилось, подкатился градом по лбу и щекам, и он явно был чем-то раздражен. Большая часть цилиндра была откопана, хотя нижний конец все еще находился в земле. Отжил Ви увидел меня в толпе, обступившей яму, подозвал и попросил сходить к лорду Хилтону, владельцу этого участка. Все увеличивающаяся толпа, говорил он, особенно мальчишки, мешают работам. Нужно отгородиться от публики и отдалить ее. Он сообщил мне, что из цилиндра доносится слабый шум и что рабочим не удалось отвинтить крышку, так как ни за что ухватиться. Стенки цилиндра, по-видимому, очень толстые, вероятно, приглушают доносившийся оттуда шум. Я был очень рад исполнить его просьбу, надеясь таким образом попасть в число привилегированных зрителей при предстоящем вскрытии цилиндра. Лорда Хилтона я не застал дома, но узнал, что его ожидают из Лондона с шестичасовым поездом. Так как было только четверть шестого, то я зашел домой выпить стакан чаю, а потом отправился на станцию, чтобы перехватить Хилтона на дороге. Четыре цилиндра открывается. Когда я вернулся на пустошь, солнце уже садилось. Публика из Уокинга все прибывала, домой возвращались только двое-трое. Толпа вокруг воронки все росла, чернее на лимон на желтом фоне неба. Собралось более ста человек. Что-то кричали. Около ямы происходила какая-то толкотня. Меня охватило тревожное предчувствие. Приблизившись, я услышал голос стента. Отойдите. Отойдите. Пробежал какой-то мальчуган. Оно движется, сообщил он мне, все вертятся-довертятся. Мне это не нравится. Я лучше пойду домой. Я подошел ближе. Толпа была густая, человек двести-триста. Все толкались, наступали друг другу на ноги. Нарядные дамы проявляли особенную предприимчивость. Он упал в яму. Крикнул кто-то. Назад, назад. Раздавались голоса. Толпа немного отхлынула, и я протолкался вперед. Все были сильно взволнованы. Я услышал какой-то странный, глухой шум, доносившийся из ямы. Да осадите же наконец этих идиотов. Крикнул отжил Ви. Ведь мы не знаем, что в этой проклятой штуке. Я увидел молодого человека, кажется, приказчика из Уокинга, который влез на цилиндр, пытаясь выбраться из ямы, куда его столкнула толпа. Верхняя часть цилиндра отвинчивалась изнутри. Было видно около двух футов блестящей винтовой нарезки. Кто-то, оступившись, толкнул меня, я пошатнулся, и меня чуть было не скинули на вращающуюся крышку. Я обернулся, и, пока смотрел в другую сторону, винт, должно быть, вывинтился весь, и крышка цилиндра со звоном упала на гравий. Я толкнул локтем кого-то позади себя и снова повернулся к цилиндру. Круглое пустое отверстие казалось совершенно черным. Заходящее солнце бело мне прямо в глаза. Все, вероятно, ожидали, что из отверстия покажется человек. Может быть, не совсем похожий на нас, земных людей, но все же подобные нам. По крайней мере, я ждал этого. Но, взглянув, я увидел что-то копошащиеся в темноте, сероватые, волнообразные, движущиеся. Блеснули два диска, похожие на глаза. Потом что-то вроде серой змеи, толщиной в трость, стало выползать кольцами из отверстия и двигаться, извиваясь, в мою сторону, одно, потом другое. Меня охватила дрожь. Позади закричала какая-то женщина. Я немного повернулся, не спуская глаз с цилиндра, из которого высовывались новые щупальца, и начал проталкиваться подальше от края ямы. На лицах окружавших меня людей удивление сменилось ужасом. Со всех сторон послышались крики. Толпа попятилась. Приказчик все еще не мог выбраться из ямы. Скоро я остался один и видел, как убегали люди, находившиеся по другую сторону ямы, в числе их был и стенд. Я снова взглянул на цилиндр и оцепенел от ужаса. Я стоял, точно в столбнике, и смотрел. Большая сероватая круглая туша, величиной, пожалуй, с медведя, медленно, с трудом вылезала из цилиндра. Высунувшись на свет, она золоснилась, точно мокрый ремень. Два больших темных глаза пристально смотрели на меня. У чудовища была круглая голова и, если можно так выразиться, лицо. Под глазами находился рот, края которого двигались и дрожали, выпуская слюну. Чудовище тяжело дышало, и все его тело судорожно пульсировало. Одно его тонкое щупальце упиралось в край цилиндра, другим оно размахивало в воздухе. Тот, кто не видел живого марсианина, вряд ли может представить себе его страшную, отвратительную внешность. Треугольный рот, с выступающей верхней губой, полнейшее отсутствие лба, никаких признаков подбородка под клинообразной нижней губой, непрерывное подергивание рта, щупальца, как у горгоны, шумное дыхание в непривычной атмосфере, неповоротливость и затрудненность в движениях, результат большей силы притяжения земли, в особенности же огромные пристальные глаза, все это было омерзительно до тошноты. Маслянистая темная кожа напоминала скользкую поверхность гриба, неуклюжие, медленные движения внушали невыразимый ужас. Даже при первом впечатлении, при беглом взгляде я почувствовал смертельный страх и отвращение. Вдруг чудовище исчезло. Оно перевалилось через край цилиндра и упало в яму, шлепнувшись, точно большой тюк кожи. Я услыхал своеобразный глухой звук, и вслед за первым чудовищем в темном отверстии показалось второе. Мое оцепенение внезапно прошло, я повернулся и со всех ног побежал к деревьям, находившимся в каких-нибудь стоярдах от цилиндра. Но бежал я боком и то и дело спотыкался, потому что не мог отвести глаз от этих чудовищ. Там, среди молодых сосен и кустов дрока, я остановился, задыхаясь, и стал ждать, что будет дальше. Простиравшаяся вокруг песчаная яма пустошь была усеяна людьми, подобно мне, с любопытством и страхом наблюдавшими за чудовищами, вернее, за кучей гравия на краю ямы, в которой они лежали. И вдруг я заметил с ужасом что-то круглое, темное, высовывающееся из ямы. Это была голова свалившегося туда продавца, казавшаяся черной на фоне заката. Вот показались его плечи и колено, но он снова соскользнул вниз, виднелась одна голова. Потом он скрылся, и мне послышался его слабый крик. Первым моим движением было вернуться, помочь ему, но я не мог преодолеть страха. Больше я ничего не увидел, все скрылось в глубокой еме и за грудами песка, взрытого упавшим цилиндром. Всякий, кто шел бы по дороге из Чепхема или Уокинга, был бы удивлен таким необычайным зрелищем. Около сотни людей рассыпались в канавах, за кустами, за воротами и изгородями и молча, изредка обмениваясь отрывистыми восклицаниями, во все глаза смотрели на кучи песка. Брошенный бочонок с имбирным лимонадом чернел на фоне пламенеющего неба, а у песчаного карьера стояли пустые экипажи. Лошади ели овес из своих торп и рыли копытами землю. Пять тепловой луч. Вид марсиан, выползавших из цилиндра, в котором они явились на Землю со своей планеты, казалось, зачаровал и парализовал меня. Я долго стоял среди кустов вереска, доходивших мне до колена, и смотрел на груды песка. Во мне боролись страх и любопытство. Я не решался снова приблизиться к еме, но мне очень хотелось заглянуть туда. Поэтому я начал кружить, отыскивая более удобный наблюдательный пункт и не спуская глаз с груды песка, за которой скрывались пришельцы с Марса. Один раз в сиянии заката показались три каких-то черных конечности, вроде щупали цосми нога, но тотчас же скрылись. Потом поднялась тонкая коленчатая мачта с каким-то круглым, медленно вращающимся и слегка колеблющимся диском наверху. Что они там делают? Зрители разбились на две группы. Одна, побольше, ближе к Уокингу, другая, поменьше, к Чепхему. Очевидно, они колебались, так же как и я. Невдалеке от меня стояло несколько человек. Я подошел к одному, это был мой сосед, я не знал, как его зовут, но попытался с ним заговорить. Однако момент для разговора был неподходящий. «Что за чудовище?» Сказал он. «Боже, какие они страшные!» Он повторил это несколько раз. «Видели вы человека в яме?» Спросил я, но он ничего не ответил. Мы молча стояли рядом и пристально смотрели, чувствуя себя вдвоем более уверенно. Потом я встал на бугор высотой около ярда, чтобы удобнее было наблюдать. Оглянувшись, я увидел, что мой сосед пошел по направлению к Уокингу. Солнце село, сумерки сгустились, а ничего нового не произошло. Толпа налево, ближе к Уокингу, казалось, увеличилась, и я услышал ее неясный гол. Группа людей по дороге к Чепхему рассеялась. В яме как будто все замерло. Зрители мало-помалу осмелили. Должно быть, новоприбывшие из Уокинга приободрили толпу. В полумраке на песчаных буграх началось медленное прерывистое движение, казалось, царившая кругом тишина успокаивающе подействовала на людей. Черные фигуры, по двое и по трое, двигались, останавливались и снова двигались, растягиваясь тонким неправильным полумесяцем, рога которого постепенно охватывали яму. Я тоже стал подвигаться к яме. Потом я увидел, как кучера покинутых экипажей и другие смельчаки подошли к яме, и услышал стук копыт и скрип колес. Мальчик из лавки покатил тележку с яблоками. Затем в тридцати ярдах от ямы я заметил черную кучку людей, идущих от Харселла. Впереди кто-то нес развивающийся белый флаг. Это была делегация. В городе, наскоро посовещившись, решили, что марсиане, несмотря на свою безобразную внешность, очевидно, разумные существа, и надо сигнализировать им, что и мы тоже существа разумные. Флаг, развиваясь по ветру, приближался, сначала справа от меня, потом слева. Я стоял слишком далеко, чтобы разглядеть кого-нибудь, но позже узнал, что отжил Ви, Стэн и Гиндерсон вместе с другими принимали участие в этой попытке завязать сношение с марсианами. Делегация, казалось, притягивала к себе почти сомкнувшееся кольцо публики, и много неясных темных фигур следовало за ней на почтительном расстоянии. Вдруг сверкнул луч света, и светящийся зеленоватый дым взлетал над ямой тремя клубами, поднявшимися один за другим в неподвижном воздухе. Этот дым, слово, пламя, пожалуй, здесь более уместно, был так ярок, что темно-синее небо наверху и бурое, простиравшееся до черти, подернутое туманом пустошь с торчащими кое-где соснами вдруг стали казаться совсем черными. В этот же миг послышался какой-то слабый шипящий звук. На краю воронки стояла кучка людей с белым флагом, оцепеневших от изумления, маленькие черные силуэты вырисовывались на фоне неба над черной землей. Вспышка зеленого дыма осветила на миг их бледно-зеленоватые лица. Шипение перешло сперва в глухое жужжание, потом в громкое непрерывное гудение. Из ямы вытянулась горбатая тень, и сверкнул луч какого-то искусственного света. Языки пламени, ослепительный огонь перекинулись на кучку людей. Казалось, невидимая струя ударила в них и вспыхнула белым сиянием. Мгновенно каждый из них превратился как бы в горящий факел. При свете пожиравшего их пламени я видел, как они шатались и падали, находившиеся позади разбегались в разные стороны. Я стоял и смотрел, еще не вполне сознавая, что эта смерть перебегает по толпе от одного к другому. Я понял только, что произошло нечто странное. Почти бесшумная ослепительная вспышка света, и человек падает ничком и лежит неподвижно. От невидимого пламени загорались сосны, потрескивая, вспыхивал сухой дрог. Даже вдалеке, у Непа-Хилла, занялись деревья, заборы, деревянные постройки. Эта огненная смерть, этот невидимый, неотвратимый, пылающий меч наносил мгновенные, меткие удары. По вспыхнувшему кустарнику я понял, что он приближается ко мне, но я был слишком поражен и ошеломлен, чтобы спасаться бегством. Я слышал гудение огня в песчаном карьере и внезапно оборвавшееся ржание лошади. Как будто чей-то невидимый раскаленный палец двигался по пустоши между мной и марсианами, вычерчивая огненную кривую, и повсюду кругом темная земля дымилась и шипела. Что-то с грохотом упало вдалеке, где-то слева, там, где выходит на пустошь дорога Коакингской станции. Шипения игол прекратились, и черный куполообразный предмет медленно опустился в яму и скрылся. Это произошло так быстро, что я все еще стоял неподвижно, поражены и ослеплены блеском огня. Если бы эта смерть описала полный круг, она неизбежно испепелила бы и меня. Но она скользнула мимо и меня пощадила. Окружающая темнота стала еще более жуткой и мрачной. Холмистая пустошь казалась черной, только полоска шоссе серила под темно-синим небом. Люди исчезли. Вверху мерцали звезды, а на западе светилась бледная зеленоватая полоса. Вершины сосен и крыши Харселла четко выступали на вечернем небе. Марсиане и их орудия были невидимы, только на тонкой мачте беспрерывно вращалось зеркало. Тлели деревья, кое-где дымился кустарник, а в неподвижном вечернем воздухе над домами близ станции Уокинг поднимались столбы пламени. Все осталось таким же, как было, словно и не пролетал этот смерч огня. Кучка черных фигурок с белым флагом была уничтожена, но мне казалось, что за весь этот вечер никто и не пытался нарушить тишину. Вдруг я понял, что стою здесь, на темной пустоши, один, беспомощный, беззащитный. Точно что-то обрушилось на меня. Страх. С усилием я повернулся и побежал, спотыкаясь, по вереску. Страх, охвативший меня, был не просто страхом. Это был безотчетный ужас и перед марсианами, и перед царившими вокруг мраком и тишиной. Мужество покинуло меня, и я бежал, всхлипывая, как ребенок. Оглянуться назад я не решался. Помню, у меня было такое чувство, что мной кто-то играет, что вот теперь, когда я уже почти в безопасности, таинственная смерть, мгновенная, как вспышка огня, вдруг выпрыгнет из темной ямы, где лежит цилиндр, и уничтожит меня на месте. 6. Тепловой луч на Чепхимской дороге. До сих пор еще не объяснено, каким образом марсиане могут умерщвлять людей так быстро и так бесшумно. Многие предполагают, что они как-то концентрируют интенсивную теплоту в абсолютно непроводящей теплокамере. Эту конденсированную теплоту они бросают параллельными лучами на тот предмет, который они избрали целью, при посредстве полированного параболического зеркала из неизвестного вещества, подобно тому, как параболическое зеркало маяка отбрасывает снопы света. Но никто не сумел убедительно это доказать. Несомненно одно. Здесь действуют тепловые лучи. Тепловые невидимые лучи вместо видимого света. Все, что только может гореть, превращаются в языки пламени при их прикосновении. Свинец растекается, как жидкость. Железо размягчается. Стекло трескается и оплавится, а когда они падают на воду, она мгновенно превращается в пар. В эту ночь около 40 человек лежали под звездами близ ямы, обугленные и обезображенные до неузнаваемости, и всю ночь пустошь между Харселлом и Мэйбэрри была безлюдна и над ней пылала зарева. В Чепхеме, Уокинге и Аттершоу, вероятно, в одно и то же время узнали о катастрофе. В Уокинге лавки уже были закрыты, когда это произошло, и группы людей, заинтересованных слышанными рассказами, шли по Харселскому мосту и по дороге, окаймленные с городями, направляясь к пустоши. Молодежь, окончив дневную работу, воспользовалась этой новостью, конечно, как предлогом пойти погулять и пофлиртовать. Вы можете представить себе, какой гол голосов раздавался на темной дороге. В Уокинге лишь немногие знали, что цилиндр открылся, хотя бедняга Гиндерсон отправил посыльного на велосипеде в почтовую контору со специальной телеграммой для вечерней газеты. Когда гуляющие по двое и по трое выходили на открытое место, то видели людей, возбуждено что-то говоривших и посматривающих на вращающиеся над песчаным карьером зеркало. Волнение их, без сомнения, передавалось и вновь пришедшим. Около половины девятого, незадолго до гибели делегации, близ ямы собралась толпа человек в 300, если ПС больше, не считая тех, которые свернули с дороги, чтобы подойти поближе к марсианам. Среди них находились три полисмена, причем один конный. Они старались, согласно инструкциям Стэнта, осадить толпу и не подпускать ее к цилиндру. Не обошлось, конечно, без протеста со стороны горячих голов, для которых всякое сборище является поводом пошуметь и побалагурить. Как только марсиане показались из своего цилиндра, Стэнт и Аджил Ви, предупреждая возможность столкновения, телеграфировали из Харселла в казармы с просьбой прислать роту солдат для Тога, чтобы оградить эти странные существа от насилия. После этого они вернулись во главе злополучной делегации. Находившиеся в толпе люди впоследствии описывали их смерть, они видели то же, что и я, три клуба зеленого дыма, глухое гудение и вспышки пламени. Однако толпе зрителей грозила большая опасность, чем мне. Их спас только песчаный, поросший вереском холм, задержавший часть тепловых лучей. Если бы параболическое зеркало было поднято на несколько ярдов выше, не осталось бы ни одного живого свидетеля. Они видели, как вспыхивал огонь, как падали люди, как невидимая рука, зажигавшая кустарники, быстро приближалась к ним в сумерках. Потом со свистом, заглушившим гол из ямы, луч сверкнул над их головами. Вспыхнули вершины буков, окаймлявших дорогу. В доме, ближайшем к пустоши, тряснули кирпичи, разлетелись стекла, занялись оконные рамы и обрушилась часть крыши. Когда затрещали и загудели пылающие деревья, охваченная паникой толпа несколько секунд нерешительно топталась на месте. Искры и горящие сучья падали на дорогу, кружились огненные листья. Загорались шляпы и платья. С пустоши послышался пронзительный крик. Крики и вопли сливались в оглушительный гол. Конный полисмен, схватившись руками за голову, проскакал среди взбудороженной толпы, громко крича. «Они идут!» Крикнул женский голос, и, нажимая на стоявших позади, люди стали прокладывать себе дорогу к Уокингу, толпа разбегалась вслепую, как стадо баранов. Там, где дорога становилась уже и темнее, между высокими насыпями, произошла отчаянная давка. Не обошлось без жертв. Трое, две женщины и один мальчик, были раздавлены и затоптаны. Их оставили умирать среди ужаса и мрака. Семь как я добрался до дому. Что касается меня, то я помню только, что натыкался на деревья и то и дело падал, пробираясь сквозь кустарник. Надо мною навис невидимый ужас. Безжалостный тепловой меч Марсиан, казалось, замахивался, сверкая над моей головой, и вот-вот должен был обрушиться и поразить меня. Я выбрался на дорогу между Перекрестком и Харселлом и побежал к Перекрестку. В конце концов я изнемог от волнения и быстрого бега, пошатнулся и упал у дороги, невдалеке от моста через канал у газового завода. Я лежал неподвижно. Пролежал я так, должно быть, довольно долго. Я приподнялся и сел в полном недоумении. С минуту я не мог понять, как я сюда попал. Я стряхнул с себя недавний ужас, точно одежду. Шляпа моя исчезла, и воротничок соскочил с запонки. Несколько минут назад передо мной были только необитная ночь, пространство и природа, моя беспомощность, страх и близость смерти. И теперь все сразу переменилось, и мое настроение было совсем другим. Переход от одного душевного состояния к другому совершился незаметно. Я стал снова самим собой, таким, каким я бывал каждый день, обыкновенным скромным горожанином. Безмолвное пустошь, мое бегство, летучее пламя, все казалось мне сном. Я спрашивал себя. Было ли это на самом деле? Мне просто не верилось, что это произошло наяву. Я встал и пошел по крутому подъему моста. Голова плохо работала. Мускулы и нервы расслабли. Я пошатывался, как пьяный. С другой стороны изогнутого аркой моста показалась чья-то голова, и появился рабочий с корзиной. Рядом с ним шагал маленький мальчик. Рабочий прошел мимо, пожелав мне доброй ночи. Я хотел заговорить с ним и не мог. Я только ответил на его приветствие каким-то бессвязным бормотанием и пошел дальше по мосту. На повороте к Мэйбэре поезд, волнистая лента белого искрящегося дыма и длинная вереница светлых окон, пронеса к югу. Тук-тук. Тук-тук. И исчез. Еле различимая в темноте группа людей разговаривала у ворот одного из домов, составлявших так называемую, восточную террасу. Все это было так реально, так знакомо. А то, там, в поле. Невероятно, фантастично. Нет, подумал я, этого не могло быть. Наверное, я человек особого склада и мои ощущения не совсем обычны. Иногда я страдаю от странного чувства отчужденности от самого себя и от окружающего мира. Я как бы извне наблюдаю за всем, откуда-то издалека, вне времени, вне пространства, вне житейской борьбы с ее трагедиями. Такое ощущение было очень сильно у меня в ту ночь. Все это, быть может, мне просто почудилось. Здесь такая безмятежность, а там, за каких-нибудь две мили, стремительная, летучая смерть. Газовый завод шумно работал, и электрические фонари ярко горели. Я остановился подле разговаривающих. Какие новости спустоши? Опросил я. У ворот стояли двое мужчин и женщина. Что? Переспросил один из мужчин, оборачиваясь. Какие новости спустоши? Спросил я. Разве вы сами там не были? Спросили они. Люди, кажется, прямо помешались на этой пустоши, сказала женщина из-за ворот. Что они там нашли? Разве вы не слышали о людях с Марса? Сказал я, о живых существах с Марса. Сыты по горло, ответила женщина из-за ворот. Спасибо. И все трое засмеялись. Я оказался в глупом положении. Раздосадованный, я попытался рассказать им о том, что видел, но у меня ничего не вышло. Они только смеялись над моими сбивчивыми фразами. Вы еще услышите об этом? Крикнул я и пошел домой. Я испугал жену своим измученным видом. Прошел в столовую, сел, выпил немного вина и, собравшись с мыслями, рассказал ей обо всем, что произошло. Подали обед, уже остывший, но нам было не до еды. Только одно хорошо, заметил я, чтобы успокоить встревоженную жену. Это самые неповоротливые существа из всех, какие мне приходилось видеть. Они могут ползать в еме и убивать людей, которые подойдут к ним близко, но они не сумеют оттуда вылезти. Как они ужасны. Не говори об этом, дорогой. Воскликнула жена, хмуря брови и кладя свою руку на мою. Бедный отжил Ви. Сказал я, подумать только, что он лежит там мертвый. По крайней мере, жена мне поверила. Я заметил, что лицо у нее стало смертельно бледным, и перестал говорить об этом. Они могут прийти сюда, повторяла она. Я настоял, чтобы она выпила вина, и постарался разубедить ее. Они еле-еле могут двигаться, сказал я. Я стал успокаивать и ее, и себя, повторяя все то, что говорил мне отжил Ви о невозможности для марсиан приспособиться к земным условиям. Особенно я напирал на затруднения, вызываемые силой тяготения. На поверхности Земли сила тяготения втрое больше, чем на поверхности Марса. Всякий марсианин поэтому будет весить на Земле в три раза больше, чем на Марсе, между тем как его мускульная сила не увеличится. Его тело точно нальется свинцом. Таково было общее мнение. И, Таймс, и, Дейли Телеграф, писали об этом на следующее утро, и обе газеты, как и я, упустили из виду два существенных обстоятельства. Атмосфера Земли, как известно, содержит гораздо больше кислорода и гораздо меньше аргона, чем атмосфера Марса. Живительное действие этого избытка кислорода на марсиан явилось, бесспорно, сильным противовесом увеличившейся тяжести их тела. К тому же мы упустили из виду, что при своей высокоразвитой технике марсиане смогут в крайнем случае обойтись и без физических усилий. В тот вечер я об этом не думал, и потому мои доводы против мощи пришельцев казались неоспоримыми. Под влиянием вина и еды, чувствуя себя в безопасности за своим столом и стараясь успокоить жену, я и сам понемногу осмелил. «Они сделали большую глупость», — сказал я, прихлебывая вино. «Они опасны, потому что, наверное, обезумели от страха. Может быть, они совсем не ожидали встретить живых существ, особенно разумных живых существ. В крайнем случае один хороший снаряд по име, и все будет кончено», — прибавил я. Сильное возбуждение, результат пережитых волнений, очевидно, обострило мои чувства. Я и теперь необыкновенно ясно помню этот обет. Милое, встревоженное лицо жены, смотрящие на меня из-под розового абажура, белая скатерть, серебро и хрусталь, в те дни даже писатели-философы могли позволить себе некоторую роскошь, темно-красное вино в стакане, все это запечатлелось у меня в памяти. Я сидел за столом, покуривая папиросу для успокоения нервов, сожалел о необдуманном поступке от Жил-Ви и доказывал, что марсиан нечего бояться. Точно так же какая-нибудь солидная птица на острове с Маврикия, чувствуя себя полным хозяином своего гнезда, могла бы обсуждать прибытие безжалостных изголодавшихся моряков. Завтра мы с ними разделаемся, дорогая. Я не знал тогда, что за этим последним моим обедом в культурной обстановке последуют ужасные, необычайные события. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok